Здарова, народ! Всем привет! Наконец-то наступила настоящая теплая весна. И в этой серии мы поведаем вам, как перезимовали наш септик, кессон, наши заборы. А также покажем, что случилось с нашей летней кухней, а точнее с бетонной раковиной и кирпичной печью. И начнем мы с самого интересного. Это наш бетонный кессон. Значит, проработал всю зиму он просто на 5 с плюсом, ничего не замерзло, в нем было тепло, потому что мы все утеплили. Но как только началась весна, как только появилась первая оттепель, потекли лужи, все начало таять, и наш кессон адски затопило. Сгорел насос, в общем, воды там выше крыши. Мы начали выкачивать ее насосом постоянно, установили туда датчик протечки, который автоматически все это дело нам устраивал. Но нам это в конце концов надоело, и мы решили найти, откуда попадает туда вообще вода, и нашли это место. Когда мы заливали дно нашего кессона, в том месте, где у нас выходит ПНД труба нашей скважины, мы одели сверху трубу большего диаметра канализационную и залили все это вокруг нее. И это была наша роковая ошибка, потому что между двумя трубами расстояние никак было не загерметизировано, и оттуда как раз-таки под давлением лилась вода по весне. Ну и когда нам надоело терпеть эти постоянные выкачивания воды, мы дождались спада паводков и загерметизировали этот промежуток между двумя трубами, и вода перестала полностью откуда-то приходить, и мы начали спать спокойно. В кессоне стало настолько герметично, что вода сейчас просто через края польется, а внутри ничего. По итогу стенки у нас в кессоне абсолютно сухие, никаких трещин тоже не обнаружено, потому что мы утеплили пенопластом грунт вокруг, и у нас никаких морозных пучений не произошло на него. То есть система работает, главное все сделать надежно и герметично. Самый популярный вопрос про наш фасад, это какой краской мы его красили. Это PENOTEX FOCUS ACWA цвет рябина. Стоит уже пятый год, покрашен в два слоя, и ничего с нашим фасадом не происходит. Но второй год после покраски я думала, все, сейчас приедем на дачу, надо будет перекрашивать весь дом, но нет, стоит и вот все идеально. Не обошлось и без жертв со стороны нашего забора. Хоть и сами столбы заборные стоят неподвижно, потому что мы их хорошо поставили под правильной технологией, а вот калитка, к сожалению, не выдержала зимних пучений грунта, и сварка оторвалась. Возможно, это я такой сварщик, но все равно эту проблему нужно решить. Септик из бочки мы сделали больше трех лет назад, делали мы его для сезонного проживания, не для круглогодичного, еще мы тогда не знали, что будем здесь проживать ежедневно без обеда и выходных. Ежегодно мы проводили ревизии нашего септика, все выглядело вполне себе приятно и прилично, но в этом году его ресурс, к сожалению, уже начал заканчиваться, и нужно будет его как-нибудь почистить. Раковину и ванну мы сливаем по отдельной трубе просто в канаву, в сам септик не попадает никакая химия, туда мы добавляем периодически просто бактерии для септиков, и ничего не пахнет, никаких проблем с этим у нас нет. Еще один немаловажный момент, это то, что наш септик не закопан полностью в землю, он торчит сантиметров на 20, и, как оказалось, это даже правильно, потому что весною мы заметили, что талые воды были вокруг него очень высоко, и могли просто затопить его, если бы он был углублен в уровень грунта или ниже. В итоге получается, что для сезонного проживания одна бочка еще худо-бедно как подойдет, но если вы захотите делать себе такой же септик, я вам настоятельно рекомендую использовать как минимум две бочки, а то и три. А вот с террасой у нас в этом году произошли проблемы. Так как мы неправильно установили фундамент, мы просто вбили столбы в землю, ничем их не обсыпав, поэтому морозные пучения выдавливают наши столбы наверх, тем самым терраса пытается заблокировать нам вход и выход из дома. Все надо будет переделывать. У нас уже наступила настоящая весна, все начинает расцветать, газон подсох, и самое время начать его очищать от старого мусора, веток, и в этом помогут нам грабли от компании Fiskars. Грабли легкие, маневренные, очень удобные. Зубцы из закаленной углеродистой стали, ручка из алюминия, длинные, выполнены все в минималистичном стиле. Работать ими одно удовольствие. Ими очень удобно рыхлить землю на грядках перед посадками, вычесывать и собирать весь мусор и листву по участку, ну а также убирать мох с газона. Субтитры сделал DimaTorzok Покупайте грабли Fiskars со скидкой по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Если вы не хотите видеть проплешину на своем газоне, обязательно нужно убирать старую листву, весь мусор, ветки и мох. На грядках у меня уже тоже начинает просыпаться клубничка. Сами грядки у нас деревянные, обработаны каким-то защитным составом, и они, что интересно, не гниют до сих пор. Но внешне их цвет уже пора обновлять. Летняя кухня перезимовала отлично, все с ней в порядке, фундамент, пол, все стоит ровно, крыша не провалилась, но есть один нюанс, пойдемте покажу. На наших перилах появилась плесень. Покрывали мы нашу летнюю кухню краской PENOTEX. Покрывалась она очень плохо, была очень масляной, мне она сразу не понравилась. И вот теперь у нас плесень на перилах, и мы будем думать, что с этим делать. Вредные советы от Григория, но не Остера. Водопровод летний из ПНД труб можно на зиму не сливать, ничего не лопнет. Наша любимая бетонная раковина пережила зиму прекрасно. Не знаю, по какой причине многие писали, что она должна была лопнуть. непонятно почему, ведь бетон у нас без воды стоит зимует все это время. Все с ней прекрасно и нормально. Мы уже провели воду, подключились к нашему кессону, к нашей скважине, и теперь будем готовить вкусную еду. А сегодня на ужин, друзья, мы приготовим шашлык из свинячей шеи в нашем любимом луковом маринаде. Коцеркла. Малыш. Приджайс. Убегая шашлык. Субтитры сделал DimaTorzok Что касаемо нашей печи из красного пустотелого кирпича, которую мы построили в прошлом году, отстояла она зиму. Мы топили ее почти каждую неделю, даже в мороз, минус 25 градусов, и ничего с ней критического не произошло. Появилась только одна трещинка, которая особой угрозы для нее не представляет. Покрывали мы также в прошлом году лаком нашу печку для камня и кирпича, специально для высылов. Но, к сожалению, это помогло буквально на одну неделю, и потом они опять выступили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 4 градуса водичка Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вот так. Такой вот у нас получился ежегодный весенний обзор. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Ну а мы уже запустили строительство мастерской, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А у нас на сегодня все. Всем пока! Пока!